Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Мы сегодня опять же в смешанном режиме, в режиме «Мультиплекс». Начинаем нашу 65-ю передачу в рамках моей авторской программы «Конституция. Мы». И, конечно же, хотелось бы отметить, что мы начинаем новый телевизионный сезон. И, пользуясь случаем, я, прежде всего, хотел бы поздравить Маркова Олега Олеговича с тем, что он избран народным депутатом Республики Саха-Якутия. В этом я вижу, в том числе, авторитет национальной вещательной кампании, работы всего дружного коллектива, воздребованность нашего канала. Хотелось бы отметить, что сегодня мы находимся на новом этапе развития государственности Республики Саха-Якутия. Сформирован новый седьмой созыв Государственного собрания Илтумен. Повторно избран глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, который убедительно выиграл эти выборы. Это показывает его опыт, авторитет, востребованность. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать органам государственной власти Республики Саха-Якутия ритмичной работы по блага нашей республики, чтобы взаимосвязь между властью и обществом была реальной и эффективной. И тогда такие результаты у нас будут всегда. Ну а сегодня у нас тема «Актуальные аспекты реализации конституционных прав граждан в сфере физической культуры и спорта». И в этом отношении я хотел бы отмечить, что, конечно же, основной закон страны, Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Саха-Якутия дают нам все возможности для реализации своих способностей, даются определенные гарантии в сфере здравоохранения. Ну и, конечно, для нас важно, чтобы наши сограждане соблюдали здоровый образ жизни, чтобы культ спорта был у нас, и он помогал нам по жизни. Вот поэтому я пригласил сегодня к нам в студию Марину Фитаренко. Это у нас двукратная чемпионка мира, победительница Кубка мира, четырехкратная чемпионка России по масс-рессингу. Она же является мастером спорта Российской Федерации по пауэрлифтингу. Ну и хочу также такое сделать, ну, будем говорить, примечание, что она еще и художник, то есть творческий человек. Она пишет картины, создает панно из бересты и уже провела три персональных выставки. Добрый день, Марина Анатольевна, рад вас видеть. Добрый день, это взаимно, тоже рада вас видеть и слышать. Да, давайте для того, чтобы те, кто с нами, знали, кто вы, откуда вы. Начнем с детства, где родились, какую школу заканчивали, про ваших родителей, пожалуйста. Хорошо. Родилась и выросла я в городе Якутске. Мой отец родом с Украины, моя мама родом из Татинского улуса. Ее отец, скажем так, наполовину саха получается, а наполовину предки мои, в общем, были миссионерами православными. А, да-да-да. Вот, наверное, слышали там Димитриан Попов? Да-да. Это мой прапрапрадедушка получается. Вот так. Замечательно. Ну, это если что касается корней. Да, вот, трудились ваши родители где, в какой области? Мой отец очень много лет проработал инженером холодильных установок на молокозаводе, потом на хлебзаводе. У мамы более попроще профессия была. Она много лет, когда мы были маленькие, чтобы нас в садик водить, вообще нянечка была в яслях, в детском саду. Потом много лет проработала в службе безопасности аэропорта. Угу. Замечательно. А где вы учились? Что заканчивали? Училась я в 17-й школе, но в те времена она не была такая красивая, как сейчас. Это она с годами уже поменялась. Потом я после школы закончила коммерческий лицей на Чернышевского, который находится, с красным дипломом. Угу. Руководитель экскурсионных групп, ну или по-простому экскурсовод. Здорово. Потом со временем я пошла работать, отработала какое-то количество лет и подумала, что этого недостаточно. И поступила уже в Байкальский университет заочно и закончила по специальности менеджер по туризму. Еще спустя какое-то время, когда я стала связана со спортом, этого опять же стало недостаточно, и понадобилось образование уже связанное со спортом. Тут я уже поступила в СФУ на дополнительное образование и получила образование связанное со спортом. Сейчас мне показалось опять, что этого недостаточно, и я учусь дистанционно. Московский институт из Синергии, спортивный менеджер. Ну вот мне подсказывают, что я забыл представиться. Ну я знаю, что многие знают, но тем не менее, это, конечно же, должно быть в обязательном порядке. Меня зовут Александр Николаевич Ким Кимен. Я доктор юридических наук, профессор, председатель Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, ну и президент Ассоциации национальных видов спорта, игр народов Якутии, САХАДА Спорт. Также могу в обязательном порядке обратить ваше внимание на то, что в нашей передаче помогают режиссеры. Это Николай Слепцов и Михаил Эверстов. Марина, вот, конечно, образование у вас в таком плане в большей степени связано работой с людьми. И я думаю, что в этом вам помогает спорт. Вот как вы пришли в спорт, давайте мы про этот аспект. Поговорим. Как бы много лет, я сама по себе была стройная, но, опять же, много лет я работала барменом, а это ночной образ жизни. И со временем, я думала, что я всегда буду выглядеть, как я выгляжу, но со временем стало все откладываться, и уже внешне стало заметно. Как-то меня осенило, что надо как-то пойти в спортзал. Но в те времена вот такого изобилия, как сейчас, не было. И выбор был не такой шикарный. А, в общем, я пошла попробовать. Мы пошли с другом, он сходил на два занятия, это он меня, можно сказать, привел, и исчез. А меня затянуло, и я осталась. И вот, желающий похудеть, я теперь спортсмен, можно сказать, профессиональный. Да. Человек международного уровня. Быть двукратной чемпионкой мира – это дорогого стоит. Вот давайте расскажите ваши эмоции. Вот вы становились чемпионкой России, вы обладатель Кубка мира, двукратная чемпионка мира. Вот что для вас спорт? Что они дали для вас? И как это все шло поэтапно? Ну, наверное, не сразу вы стали чемпионкой мира, а для этого надо куцулись есть. Если изначально моя цель была измениться внешне, то со временем как бы приоритеты поменялись. Я сама заметила, что это более отошло как бы на второй план. И главное стало это как самодисциплина, воспитание в себе, волевых каких-то качеств. Больше, наверное, какой-то моральный аспект стал преобладать. Потому что я по себе стал замечать, что это помогает не только вот в спорте, а в жизни тоже. Я стал меньше опаздывать. В общем, спорт очень сильно влияет на все стороны жизни. Ты становишься как больше такой человек с словом, дисциплинированный одним словом. Да, это очень верно. Ну и вот давайте поэтапно ваша спортивная карьера. Каких побед все начиналось? Сначала это была победа над собой, да? То есть вы пересилили себя, вы нашли время для того, чтобы заниматься собой. Ну, образно говоря, фитнесом, да? Фитнесом. И к тому же я работала по ночам. Спала, можно сказать, до обеда. И вот, как сказать, самое трудное было вначале в график войти, чтобы найти время, ходить в спортзал и потом ходить на работу. Но в конце концов у меня даже на работе настолько все привыкли, что сейчас она с тренировки придет, даже руководство так говорило уже. Как бы на это все смотрели. Сначала удивлялись, потом привыкли. Сначала, да, это была победа над собой. Потом какие-то просто городские соревнования по пауэрлифтингу. Господи, я не спала две недели, кажется. Просыпалась по ночам, волновалась, что я буду делать, как это будет. Сейчас даже как-то, наверное, смешно вспомнить. Потом я на них выступила. Тогда был тренер в Мадуне Андрей Аксенов. И он меня вот заметил. И где-то через год пригласил. А ты не хочешь серьезно заняться что-то там своим фитнесом? Я согласилась. И так началось. Ни больших целей не стало. Я думаю, выполню КМС, кандидат в мастера спорта. И думаю, на этом будет как бы достаточно. Но оказалось, что этого недостаточно. Я пошла дальше. И оно со временем вылилось гораздо что-то больше. Потом были различного рода республиканские соревнования. Дальний Восток. Мы ездили в Благовещенск, в Нейрингри, в Хабаровск. В общем, так затянуло. Но это с пауэрлифтингом. Начинала я с пауэрлифтинга. Тогда я про масс-рестинг еще ничего не знала. И один раз вот в Мадуни ко мне подошла Лида Елисеева. Сейчас она гирями занимается или кроссфитом. И предложила... У нас в команде не хватает человека, чтобы не сняли балл. Поучаствуешь. И у меня было буквально вот три тренировки. Я всем рассказываю. Это две тренировки было со Светой Артахиновой. На то время она была звезда в моей весовой категории 65. И Ваня Белолюбский. Они так прям хорошо меня приняли. Все показали. Ну, что могла. Я за три тренировки что-то усвоила. В Хандеге проводилась. Мы поехали. Я так удивилась, когда увидела количество участвующих людей. А я буквально неделю назад вообще об этом виде спорта только узнала. Я с фотоаппаратом. Все фотографировала. У меня там 100-500 фотографий было. Мне понравилось. И я там, по-моему, с 16 участников заняла четвертое место. На меня сильное впечатление произвело. И я к своим пришла в спортзал. Я говорю, я ухожу с пауэрлифтинга. Я хочу заниматься масс-рестлингом. Они так покрутили виска. Кем ты будешь? Мастер спорта, чуропчи. Что там делать? На тот момент еще не было никаких вот международных стартов. Ничего такое. И как бы выглядело, что я как будто сошла с ума. А на самом деле, наверное, это называется какое-то чутье. Вот. И стала заниматься я в первое время у Николая Ильяевича. Сейчас он старший тренер российской сборной. Константинова. Да, да, да. Константинов Николаевич. Легендарный тренер уже. Да, да, да. Вот так все начиналось. Ну и как вот масс-рестлинги у вас? Начали с четвертого места. Дальше как пошло? С четвертого. Потом на Мончарах я стала вторая. На Республике, по-моему, тоже вторая. Да, на вторая стал. И стал вопрос ехать на Россию. Как бы оплачивается первое место же. Я думаю, да что я поеду, наверное, как бы. Евгений Иванов. Нет, езжай. Ты по-любому займешь первое место. Он в меня верил больше, чем я сама. Я, говорит, уже купил билеты. Ну ладно, поехала как бы. Ну я никаких там иллюзий не питала. Я просто знаю, что надо выполнять хорошо свою работу. Все. И вот с этим багажом я просто приехала на соревнования. Бац. И у меня первое место. Вау. Вот это да, я подумала. Это были эмоции, да? Чемпионка России. Вы стояли на пьедестале почета. Я сама была удивлена. Поэтому я считаю, важно не то, что даже там настрой, а все-таки проделанная работа заранее в спортзале. Отработанные все технические приемы. Ну и много-много всего. Физически вот подготовиться. То есть вы во время соревнований меньше думаете, какое место вы займете. Вы думаете о данном матче, да? Об этой схватке только. Да. Дальше уже не думайте, просто делайте то, что нужно делать. Обращая внимание на свою технику, на то, чтобы сгруппироваться, на то, чтобы сделать все возможное, чтобы собрать все силы в кулак, для того, чтобы победить этот схват. Я просто продумываю заранее. Так, если у меня сейчас будет внешний хват, если у меня красная сторона, какие действия я сейчас буду предпринимать? Если думать о месте, мне кажется, это затуманивает голову, и ты теряешь чистый разум. Поэтому это мешает очень. Да, но вот вы дважды становились чемпионкой мира. Вот эти матчи, если вспомнить, что запомнилось? Какие соперники были сильными? Так, соперники сильные. В первом чемпионате мира тогда еще вот так же была Света Артахинова. Вот она была самая, как бы можно сказать, сильная соперница, потому что тогда еще иностранные спортсмены мало знали о нашем виде спорта. Если они были сильные, то только за счет физических данных, не за счет технических подготовлений. Это был 2014 год? Да, это был 2014 год. Первый чемпионат мира. И запомнилось тогда очень большое количество приехавших спортсменов. Все были такие разные, много были силового экстрима, все какие-то такие неординарные. И на помосте, так, после завершения схваток, вели себя интересно. Ну, очень запомнилось. На втором чемпионате мира, это который уже был в Кыргызстане. В Челпанате. В Челпанате, да. Также очень много было зрителей. Вокруг было, много проводилось разных соревнований в Кокбору. Вот с тех пор я его люблю. Это как футбол на лошадях. Да, да, да. Первый раз я его там увидела. Когда барана таскают, сидя на седле, они его бросают, пасуются между собой и в казан. Вот и в то время с Кыргызстана была девушка очень сильная. Ну, она пауэрлифтингом занималась. Сейчас она прям звезда пауэрлифтинга. В другой, в большей гораздо весовой категории. Потом с Польши была девочка очень сильная. За счет еще своих данных у нее были очень длинные руки-ноги. Пальцы прямо вокруг палки оборачивались чуть ли не два раза. Вот такие были. Ну, вот вы стояли на пьедестале почета, и в честь вас поднимался флаг Российской Федерации, изучал гимн нашей страны. Какие ощущения для спортсмена это дает? Ну, во-первых, конечно же, это гордость. Даже не то, что за себя, когда вот слышишь гимн, это, как сказать, в общем, наверное, что ты горд, что ты представляешь эту страну, наверное, больше так. А про себя, когда я стою на помосте, это я потом уже начинаю анализировать, что-то думать. В этот момент я не думаю. Ну, вот говорят, на самом деле, объективно, мы должны действовать в соответствии с принципами олимпизма, которые были в свое время прописаны в трактате Пьера де Кубертена, о да спорту, да, где говорится о спорте мир, о спорте дружба, о спорте справедливость. Как вы воспринимаете слова для себя? И как вы их реализуете на самом деле? Ну, если переходить от большого уже к частному, то со многими спортсменами после соревнований мы подружились, как бы даже поначалу, если казалось неожиданным, и вообще не могла в это поверить. Ну, если вот пример привести, в прошлом году путешествовали на машине по Кыргызстану, и случайно на улице встретили, машина просто мимо приезжала, и кто-то кричит, «Якутия!» Оглянулись, а это парень, с которым мы соревновались в Кыргызстан, в Челпоноте. Ага, он узнал вас. Он узнал, какие планы на вечер, и все. А потом вы куда? Мы говорим, через Каракол, вокруг Иссыкуля. Все, и сейчас я позвоню Азе, тут тоже они в прошлом году, Азамат и Диляра были чемпионами мира, стали оба муж и женой в масс-рестлинге. И вот они нас принимали у себя дома, было много родственников, бешбармак приготовлен, баранья голова, это почетному гостю, ну вот такие вещи как бы неожиданные. Потом мы в спортзал пошли, они нас проводили, познакомились с их главным тренером, Маратом Роматовым, который вот участвовал в этих соревнованиях с травмой, с перевязанной ногой, с гипсом в кресле, но он был вот в этом году в Узбекистане. Вот такие вещи. То есть спорт действительно это мир, когда есть дружба между народами, это когда есть взаимопонимание между спортсменами, то есть мы противники только на помосте, а в обычной жизни мы друзья вот действительно. То есть мы можем сказать, что посредством масс-рестинга мы добились того, что сегодня в рядах Международной Федерации масс-рестинга 53 страны со всех пяти континентов. Это огромная география. И во-вторых, конечно же, то, что люди разных национальностей, разных ментальностей. Более того, мы добились того, что у нас есть гендерное равенство, правильно? Есть мужчины, есть женщины. И вот когда мы смотрим матчи, когда соревнуются женщины, это море эмоций. И это действительно нескрываемая радость или какая-то вот печаль по случаю проигрыша. То есть все естественно. Вот насколько вы верите в перспективу масс-рестинга? Ну вот я для себя представляю такую картину, что мы будем развивать, в том числе, значит, принимая все то, что происходит. И я думаю, что в перспективе мы даже можем обойти ММА по своей популярности. Потому что вы за две минуты определяете победителя. Все это происходит очень быстро. Поэтому мы продолжим после перерыва. Скоро нам говорят, что нужно будет уйти на рекламную паузу. И я хотел бы, чтобы вы свое мнение высказали в обязательном порядке по данному поводу. Останем ли мы сейчас поговорить? Да, сейчас вот мы уйдем на перерыв. Рекламная пауза у нас. Ну буквально две минуты и дальше продолжим наш разговор. Дорогие телезрители, дорогие радиослушатели, еще раз приветствую вас в студии Александр Ким Кимен. И у меня в гостях Марина Федоренко, двукратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка России, обладатель Кубка мира. Вот мы продолжаем наш разговор по теме актуальные аспекты реализации конционных прав граждан в сфере физической культуры и спорта. Вот до рекламного блока я спрашивал вас, да, что такое масс-рестинг, перспективы в глобальном смысле. Как вы человек, который может на это посмотреть и смотри, как масс-рестлер? Хотелось бы, конечно, чтобы наш масс-рестинг, наш вид спорта достиг все-таки олимпийских высот, чтобы мы туда попали. Потому что когда-то мы не могли поверить, что мы выйдем вообще на международный уровень. Это было за гранью фантастики, даже в то время, когда я начинала. А сейчас мы уже, вот сколько у нас стран, более 50 занимается. Поэтому хотелось бы получить более высокое развитие. Я потому что знаю, если вот это получится, то у нас будет очень много желающих заниматься нашим видом спорта. И популяризация будет более глобальной уже. Да, действительно, мы стремимся к этому. Мы помним, что Владимир Владимирович Путин 19 февраля 2013 года сказал о необходимости продвижения национальных видов спорта России в олимпийскую программу. И мы, конечно же, должны быть в числе первых, кто вот это поручение, эту рекомендацию выполнит. И наш глава республики Сахай-Якутия в 2021 году во время Игра Мончары говорил о необходимости проведения такой плотной работы, чтобы к 2036 году наш мастрестинг стал олимпийским видом спорта. И, конечно, для этого многое делается. Вот совсем недавно организован Всемирный центр мастрестинга, который возглавил Иннокентий Юрьевич Григорьев. Человек фанатично преданный спорту, много лет отдающий именно продвижение игр наших предков. Вот, хотелось бы отметить, что у нас есть и Международная академия мастрестинга, которая будет заниматься образовательными программами, научно-методическим сопровождением. Здесь я хотел бы отметить хорошую работу Чуропчинского института физкультуры, который проводит много различных конференций, посвященных национальным видам спорта. Вот совсем недавно на Буфе состоялась такая конференция Евразиата, где было очень много хороших содержательных докладов. Хотелось бы отметить большую работу, проводимую Институтом физической культуры, где мы в 2001 году по инициативе Ассоциации Ахадо-Спорт при поддержке тогдашнего ректора Анатолия Николаевича Алексеева образовали кафедру национальных видов спорта, которую возглавил наш патриарх Валерий Пантелеймонович Кочнев, доктор педагогических наук, профессор. То есть у нас есть единственный в России центр национальных видов спорта МАДУН, где в замечательных просторных залах люди имеют возможность тренироваться. У нас есть единственный закон о национальных видах спорта. То есть мы делаем все возможное для того, чтобы, так будем говорить, многоступенчато, многоаспектно развивать наш спорт, наши виды спорта. Это не только масс-рестинг, это и борьба хапсага, это и якутские прыжки. Кстати, я вас поздравляю с тем, что вы стали мастером спорта Сахадо-Спорт по якутским прыжкам. Спасибо. Что вас подвигло на это? Ой. Орщиряйте свои горизонты. Я с детства любила заниматься лёгкой атлетикой, и прыжки в том числе мне нравились. Но как бы не сошлись звёзды, несмотря на то, что сейчас у меня уже возраст для этого. Все говорят поздновато, когда на соревнованиях узнавались, сколько лет, все удивлялись. Я просто подумала, что пока ты чувствуешь, что ты можешь, надо пробовать. Всегда есть возможность что-то начинать. Мы живём сейчас в такое хорошее время, что есть возможность с любой точки начать. Независимо от возраста или от какого-то там положения, мы живём вообще в хорошие времена. Поэтому есть возможность, люди тебя поддерживают, почему нет? Ну вот из трёх видов клы, станка, кобах, какой вид вам больше нравится? Конечно, кобах, потому что это более силовой вид спорта. И, как сказать, он не противоречит масс-рестлингу. Для масс-рестлинга это очень полезно, даёт хороший взрыв на старте. Поэтому это дополнительный плюс. Да-да-да, тренируясь прыжка к кобах, вы уже приобретаете необходимые силовые качества для масс-рестлинга. Ну, я с вами согласен, что никогда не поздно заняться спортом. Я даже из личной практики могу сказать, что в молодости я был мастером спорта по якутским прыжкам. В 48 лет я взял впервые в жизни лук, а в 50 лет стал мастером спорта России. В 51 побил рекорд республики, который до сих пор действующий. Так, я тогда сейчас признаюсь, будет звучать, наверное, не знаю как. Вот, глядя на всё это, я, может сказать, ваш фанат, то, что у вас есть интерес к жизни, как сказать, во всех сферах, что ли, так сказать. Во всех аспектах люблю жизнь. Да, вот это мне прям, нравятся такие люди. А это вот даёт спорт, понимаете. Вот через спорт я приобрёл очень много надёжных друзей, с которыми иду по жизни, которые вот дают какие-то новые мысли. Вот меня затянул в стрельбу из лука мой хороший друг, мастер спорта по якутским прыжкам Владимир Иванович Алексеев. Очень хороший человек. Да, потом он стал первым мастером спорта по стрельбе из лука из прыгунов. И сегодня из числа прыгунов многие стреляют из лука, в том числе Герман Степанович Терютин, мастер спорта России. Очень хорошие у него результаты. Вот, на ваш взгляд, как можно применить те навыки, которые приобретаются в спорте, в такой реальной повседневной жизни? Можете привести какие-либо примеры из своей собственной жизни? Так, ну что тут даётся? Смелость, доводить начатое до конца, способность к обучению, открытость к получению каких-то новых знаний. И если из собственного примера. Смелость это даже вот сейчас в том, что я признаюсь везде, что у меня онкология. Может, когда-то, если бы я спортом не занималась, я бы даже, не знаю, постеснялась бы эту тему как бы афишировать. Ну, сейчас я решила, что такие вещи надо говорить, потому что, вот на примере приведу, когда-то в давние времена был такой певец Бернес, слышали? Да, конечно. Такие вещи, конечно, не очень приятны. И хочется, чтобы люди знали, были более осведомлены, что ли, что... Ну, в принципе, это может случиться с каждым, и эта болезнь не передаётся через прикосновения или вот что-то такие вещи, чтобы были, как сказать, ну, люди более осведомлённые. Как вы смогли вот сохранить чувство собственного «я» вот при таком, ну, будем говорить, агрессии, да, вот по вашему здоровью, вы вдруг узнаёте, что у вас рак? Как? Что должно человек сделать, чтобы как-то не подвергнуть себя, ну, моральному падению или, да, отсутствию веры в какие-то жизненные способности? Как было дело? Просто я решила, что надо бороться и пройти вот всё лечение, то, что назначают, у меня не было никакого времени там на раздумья, просто я делала то, что нужно делать, буквально по пунктам. Когда мне там, кстати, вот про друзей в спорте, мы с одной девушкой занимались пауэрлифтингом, стал вопрос, куда ехать лечиться, и она меня позвела в институт имени Блохина в Москву, она там работала. Я говорю, потому что если в Корее поедешь, ничего, говорит, ну, на самом деле не придумали, ну, единственное, что там сервис лучше. А лечение везде одинаково, химиотерапия и облучение. И я поехала туда, и вот она мне там помогла, как найти вот профессора, кто мне там лечение назначал, с такими вещами. Поэтому, я говорю, спорт помогает во многом. Ну и плюс, выдержка, наверное, какая-то. То есть здесь я вижу строгое следование рекомендациям тренера, да, а в данном случае рекомендациям врача. То есть спорт прививает такие навыки, что нужно делать то, что прописано для того, чтобы во многом нужно себе отказывать, наверное, да. Да, там ещё такие, как сказать, лечение было такое кардинальное. И когда консилиум собирали, я даже половину не знала, что мне там назначают. Они просто говорят, ты же спортсменка, выдержишь. Я говорю, да, а что это? А потом на следующий день, боже мой, думаю, если бы я знала, я бы, наверное, не согласилась бы. И когда я уже уехала, прошло года два, и вот с Аней, с врачом, с онкологией-то разговариваю. Говорит, тебе там медсёстры наши все привет передают и спрашивают. Я так удивилась. Через них проходят тысячи людей. Да, они за вас запомнили. Да, запомнили. Что вы не сдаёте, что вы боец. Да, что у вас есть тяга к жизни, действительно. Ну и после официального лечения я уже, тогда уже, когда вот это ты всё проходишь, тогда уже можно там травки, корешки, только-только после этого. А вот то, что вы, преодолев все эти трудности, сейчас занимаетесь спортом, это нормально? Ну, я считаю, в этом деле для каждого норма она своя. Сначала я заняла спортом заниматься, чтобы восстановиться, потому что у меня с ногой правой начались проблемы. Она даже визуально была гораздо тоньше, слушалась плохо. У меня подруга, тренер по лёгкой атлетике, она мне помогала восстановиться, как ЛФК. Отрабатывать движения. Целый год я потратила на это. Потом постепенно, потихонечку начала в тренажёрном зале заниматься. Почувствовали силу. Да, и начала разгоняться чуть больше, ещё чуть больше. И вот я попала на чемпионат мира спустя шесть лет. Ну вот мы вместе с вами прыгали на берегу реки Лена, на песке, да, и я вот видел, насколько в ваших глазах есть такая спортивная злость. И это же схватка не только вот с противницами, да, с соперницами, а это схватка с самим собой, в том числе. В спорте же это часто бывает. Вот давайте перейдём к вашему хобби, да. Вот я в начале нашей программы представил вас как художницу, у которой в активе уже три персональных выставки. Как вы к этому пришли? У каждого ли человека может открыться талант художника? Ну, я считаю, что у каждого человека есть талант, но просто у каждого он свой. Например, я не умею совершенно петь. А вот я в детстве кем мечтала быть? Или спортсменом, или художником. Обе профессии, мои родственники считали, что это, ну, боже, несерьёзно. И просто уже в более осознанном возрасте я стала заниматься тем, чем я вот действительно хотела заниматься с детства. И плюс живопись мне очень помогла, когда я вот заболела. Когда возможности заниматься спортом у меня не было. Видимо, я такой человек, у которого много энергии, мне надо куда-то её выплёскивать. И чтобы простыми словами не выносить мозги родным, я занялась живописью. И вот Диана Федотова, вы, наверное, её знаете в Мадуне, она мне предложила, давай устроим тебе выставку. Диана Александровна, молодец. Давай. И вот так всё и началось. И я выступал у вас на открытии выставки, придавая значение. Потому что это важно, чтобы люди раскрывали свои таланты. И для спортсменов это тоже в определённой мере, ну, будем говорить, пример для подражания. Ну, давайте мы, значит, вернёмся к тем событиям, которые происходили на прошлой неделе. Вот вы были участницей Чемпионата мира в городе Хива, Республика Узбекистан. И впервые мы в программу Чемпионата мира ввели дивизион для тех, ну, дивизион Мастерс, образно говоря, проще говоря, для ветеранов, да, вы приняли участие. Какие у вас ощущения, какие чувства, как вы оцениваете итоги этого чемпионата, не только как для себя, но в целом для нашей Международной Федерации, для Российской Федерации Мастерсинга. Ну, для начала скажу, что мне очень понравилось место проведения. Это город Хива, которому более 2500 лет. И там история просто на каждом шагу. И ещё что интересно, мне там понравилось, что тут же древние захоронения, видных деятелей каких-то, да, и тут же рядом живут люди, соседствуют и прошлое, и настоящее, и всё рядом. Вот это прям здорово. И ещё очень чисто. Вот, теперь по спорту. Нужно упомянуть, не только ветераны принимали участие, но первый раз ещё и юноши, и девушки. Да, совершенно верно. Вот, вот это такие новшества. Так, и какие впечатления? Конечно же, мне очень понравилось. Единственное, что мне не понравилось, то, что я стала второй. Но это уже вопрос такой. Работать надо больше. Теперь я знаю, над чем ещё мне надо работать. Что, как сказать, если бы я стала первой, я бы, может, думала, что, может, мне завязать пора, но уже всё есть. А так как у меня второе место, то нет, так, конечно, я не могу остановиться. Теперь я буду работать дальше. А вы с Захаровой ранее встречались? Да, встречались. Это вечная ваша соперница? И не один раз. Много лет назад мы тоже часто встречались. В общем, реванш она взяла. Реванш взяла? Здорово. Ну, я вот соглашусь, что Хива – это, конечно, один из таких важных исторических центров не только у Узбекистана, а вообще человеческой цивилизации. И то, что вы ощутили себя частью этого великого города. То, что вот наш помост был установлен именно вот там, где есть эти сооружения. Ну, и, конечно, велась прямая трансляция, когда весь Узбекистан смотрел. Ну, и в Ютьюбе это всё выйдет. Может весь мир просмотреть те матчи, которые были. Ну, конечно, для меня большое впечатление произвело то, что вот семья Баишевых, Анатолий Анатольевич, Егор и Татьяна, они все втроём стали чемпионами мира. Вот как вы это оцениваете, как человек, который в одной команде с ними, как можете этот подвиг спортивный охарактеризовать? Ну, в принципе, до того, как всё это ещё случилось, у меня были такие предположения, что, скорее всего, это так и случится. Поэтому я очень рада за них. Если вдруг они где-то услышат, то хотелось бы их поздравить. Да. Всей семьёй. Давайте от имени всей нашей республики поздравим семью Баишевых. Это золотая семья. Голд фэмили. Да, да, да. Да, это семья, которой может республика гордиться. Я в своё время помню, как Братья Контоева стояли на пьедестале почёта на чемпионате мира, Герман Золото, Александр Бронза. Это, конечно, было здорово. Ну и хотелось бы отметить, что спорт для нас – это наше всё, потому что мы должны делать всё возможное для того, чтобы пропагандировать физическую культуру и спорт. Я бы хотел, пользуясь случаем, вас поблагодарить за то, что вы приняли сегодня участие в нашей передаче. Это 65-я передача по счёту. И вот мы через программу «Конституция. Мы» доносим до людей, как реализуется Конституция России, республики на примере конкретных людей. Это очень замечательно, интересно. И я хочу вам пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, дальнейшего развития ваших способностей, новых вершин. И я увижу вас ещё не раз на пьедестале почёта. Спасибо большое. Пусть так будет. Благодарю за приглашение. Спасибо. Спасибо всем тем, кто были с нами. Занимайтесь спортом, будьте здоровы.